Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркет, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркет с торговыми идеями, в котором каждый день, в буквальном смысле, мы опустим аналитический контент по разным категориям финансовых рынков, по разным финансовым активам, не только рынок Форекс, но и фондовых инструментов. Поэтому точно найдете то, что вам придется по душе. Ну что ж, друзья, сегодня у нас на повестке еще несколько релизов, на которые нужно обратить внимание. Это статистика по Англии, в частности, в 9.00 по московскому времени совсем скоро выйдут отчеты по темпам экономического роста экономики Великобритании за второй квартал и статистика по промышленному производству. Можно прямо начать с британской валюты, которая сейчас консолидируется в районе отметки 1.22. Но, если быть совсем точным, котировки 1.2193. Напомню, что я, как аналитик, который делает большую ставку на фундаментальный фон, до сих пор не могу позволить себе отказаться от идеи долгосрочной продажи британской валюты, особенно после того, как буквально две недели назад Банк Англии застал всех врасплох своим чрезмерным откровением и крайне пессимистичными прогнозами по тому, что будет с британской экономикой в самое ближайшее время. Но, если говорить по тезисам, напомню, что Банк Англии спрогнозировал рост инфляции выше 13%. То, что экономика окажется в рецессии уже в этом квартале, причем эта рецессия может затянуться на 6 кварталов, то есть фактически на полтора года. Но, если Банк Англии признает, что рецессия будет в течение такого промежутка времени, как правило, можно смело говорить и допускать, что на самом деле экономический спад продлится дольше, чем прогнозируется. Снижаются доходы домохозяйства, снижаются темпы роста заработных плат. Это негативно сказывается на потребительской активности. Очень много сейчас статистики именно непосредственно по британской экономике, потому что дела там действительно очень плохо складываются. Например, за последние месяцы среднемесячные расходы на оплату коммунальных платежей выросли до 400 фунтов. Если соотнести этот показатель с средней заработной платы месячной, то получается, что британские домохозяйства вынуждены отдавать сейчас на коммунальные платежи больше 12% своего дохода. Это, безусловно, окажет разрушительное воздействие на потребительскую активность. Чем больше у вас вынуждены платежи, тем меньше средства вы можете тратить на что-то еще, на какие-то товары и услуги. Еще один негативный момент заключается в том, что этой осенью и зимой, конечно же, тарифы будут снова расти. И есть риск того, что с значительной задолженностью столкнется каждая треть домохозяйства британская. Это приведет к еще более негативным последствиям для экономики. К сожалению, друзья. Поэтому добавим сюда еще и политический кризис или политическую неопределенность, которая сохраняется. Очень, как я периодически делаю отсылку, не нужно забывать про политический фонд, связанный с отношениями с Северной Ирландией. Это тоже негативный фактор. И, конечно же, на всем этом вырисовываются не самые лучшие перспективы для британской валюты. То, что фонд вырос на этой неделе, это заслуга не то, что фонд окреп благодаря сильному национальному фундаментальному фонду. Нет, это первая реакция на локальное снижение курса доллара, который уже стабилизировался. Причем нужно британскую валюту тоже возвращать на землю. И делать это возможно при появлении малейшего триггера, для того, чтобы всем напомнить, насколько все плохо. И сегодня как раз этим триггером могут выступить данные по ВВП и промышленному производству. В частности, по прогнозам, темпы экономического роста во втором квартале британской экономики снизились на 0,2%. Промышленное производство в прошлом месяце просело на 1,3%. Ну, логики, если поставить на нее и предположить, что все-таки реакция рынка должна соответствовать цифрам, отчетам и общей экономической картине, я допускаю, что сегодня фонд отреагирует на эту статистику распродажами. Поэтому надеюсь, что до конца торговой сессии фонд все-таки ослабнет. Если нет, то на следующей неделе уже будем думать, что с британской валютой делать дальше. По евро ситуация не изменилась с момента нашего прошлого обзора. 1,0318 сейчас котировки. Пытаются покупатели еще чуть выше задрать евро, но все равно вот этот ореол негатива, связанный с энергетическим кризисом, точно такой же слабой экономической конъюнтурой в странах ЕС, как в Англии, дает о себе знать и возвращает на рынок продавцов. Я думаю, что какое-то время пара может еще консолидироваться в диапазоне 1,03-1,04, но для долгосрочно ориентированных трейдеров считайте, что это возможность, как следует, зашортить на долгосрок с целями от разных инвестбанков в диапазоне от 0,97 до паритета. Наша цель – паритет, друзья. Золото, которое мы сторонились какое-то время сегодня, я решил все-таки снова попытать удачу, потому что вижу позиционирование трейдеров. Многие трейдеры, большинство толпа, скажем так, залезли в продажи. Котировки сейчас 1791 доллар за тройскую унцию. Еще один хороший индикатор, если сделать отсылку на последний отчет по CFTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, где за прошлой неделю общий совокупный спекулятивный лонг по золоту вырос до 125 тысяч контрактов. То есть за неделю рост фактически был на 30 с небольшим тысяч. Это максимальный прирост и максимальное и самое очевидное проявление интереса со стороны институциональных трейдеров со середины 2021 года. Надеюсь, то, что золото сможет сохранить вот этот настрой, пробьет сопротивление 1800 долларов за тройскую унцию и уйдет, соответственно, выше. Что касается доллара, 105 пунктов. В моменте очень много. Я вчера говорил про реакцию доллара, трейдеров, инвесторов на отчет по инфляции. Сегодня повторяться не буду. Отмечу, что только сам факт того, что инфляция все-таки снизилась по всем фронтам, но единственное, что базовая инфляция осталась на прежней отметке 5,9%, это позволило участникам рынка пересмотреть ожидания относительно того, что ФРС не будет уже так активно повышать процентную ставку. И сейчас на рынке есть идея того, что американский регулятор может отказаться, может пересмотреть свою стратегию в отношении процентных ставок, может отказаться от ястребиных планов по корректировке денежно-кредитной политики. Но самое важное, вы должны это понимать, сейчас рынок выбирает не между тем, что ФРС повысит ставку или не повысит, а только лишь между, на сколько он повысит, на 0,75 либо на 0,5. И судя по консенсус прогнозов и инструментов AdWatch, сейчас все закладываются по то, что ставка вырастет на 50 базисных пунктов. Друзья, это будет как минимум так. Но при этом хочу отметить, что если мы опять же сделаем снова небольшую ремарку на последний релиз по инфляции, это были и июльские цифры, то соответственно в июле, как мы помним, цены на топливо не росли. И логично, что индекс потребительских цен несколько замедлился. Но августовская инфляция будет включать текущую динамику цен на энергоносители. Посмотрите, что происходит с Brent за последние дни. То есть Brent фактически восстановился с 93 долларов за баррель до 100. Это рост в диапазоне 7-8%. И при сохранении такой динамики дальше, август будет снова тем самым месяцем, когда высокие цены на топливо продолжат разгонять инфляцию. И когда перед сентябрьским заседанием Федрезерва мы получим уже августовский отчет по инфляции, то сможем убедиться в том, что правы были те представители американского регулятора, которые говорили о том, что один отчет еще общей картины не меняет. И в целом инфляция остается в траектории роста. Поэтому я сторонник того, что американский регулятор будет повышать ставки. Ладно, если рынок сейчас закладывается под 50 байсных пунктов, пожалуйста, но даже при подобных темпах повышения ставки, 50 байсных пунктов в сентябре, потом в ноябре и, возможно, 25 в декабре, ставка все равно вырастет до 4% и будет одной из самых высоких среди всех развитых стран. Это не даст доллару сильно просесть. Доказывает то, что ФРС сохраняет жесткий настрой, риторика представителя американского регулятора. Буквально вчера у нас была возможность послушать главу Чикаго Чарльза Эванса, который также подтвердил, что инфляция будет расти, поэтому ФРС будет повышать ставку. Главу Миннеаполиса Нила Кашкари, который ожидает, как и мы, ставку к концу года в районе 4%. И еще стоит отметить комментарии главы президента Сан-Франциско Мэри Дейли, которая остается одним из немногих представителей американского регулятора, готова голосовать за повышение ставки в сентябре сразу на 75 базисных пунктов. Друзья, индекс доллара отстоится какое-то время после консолидации, при появлении новых драйверов снова вернется к росту. И я рекомендую вам ни в коем случае не отказываться от длинных позиций по этому инструменту. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok